В Алтайском крае создали реестр детских лагерей, которые вошли, прошли комиссионную приемку. Он доступен в интернете. В него включили детский лагерь медвежонок. Подробности у Дмитрия Будкова. Пожарная тревога. Правда учебная. В системе безопасности в летнем оздоровительном лагере медвежонок все в порядке, отмечают инспекторы службы МЧС. Если отключат электроэнергию, на этот случай есть дизельные насосы для пожаротушения. Очаг возгорания будет устранен. Посторонним вход строго воспрещен. Для родителей есть пропуск, где четко указывается дата и время посещения. Охранники каждый час осматривают территорию. Что касается охранников, с первого числа мы выставляем охрану общественного порядка в Пеневском лагере медвежонок. С пятнадцатого числа мы выставляем второго охранника, который будет осуществлять работу в ночное время. Еще одна точка особого контроля – бассейн. За безопасность на воде отвечает инструктор, два врача и воспитатели. Нас учили, как правильно запускать детей, то есть запускать только по десять человек, какие наблюдатели стоят, с какой стороны по периметру расставлены, как пользоваться спасательными средствами. То есть это спас-жилет, конец Александрова, спасательные круги. Подготовку к новому сезону проходят и вожатые. Так выпускница Барнаульского лицея Полина Выходцева уже второй год работает в оздоровительном лагере медвежонок. Каждому лету нужно подтверждать свои навыки, говорит юная вожатая. Для того, чтобы работать вожатым, нужно всегда оставаться в тонусе и всегда нужно подтверждать то, что ты можешь работать. Поэтому у нас в течение года проходят различные инструктивы и профильные смены, и в них мы тоже участвуем и как кураторы, и как участники, и поэтому нас проверяют ежегодно. Готовиться к летнему сезону в лагере медвежонок начали с апреля. Территорию обработали от клещей, провели косметический ремонт, установили две уличные беседки и обновили мебель в корпусах. Третий год в лагере реализует программу «Оранжевая планета». То есть каждый ребенок, заезжающий на территорию лагеря, получает удостоверение, получает трудовую книжку, получает сберегательную книжку. Работает на территории лагеря биржа труда, работает банк, работают магазины, работают фирмы, куда ребята могут приходить и устраиваться. Закупили новое оборудование в столовую. Вот посудомоечная машина. За час она вымоет и высушит всю посуду. Еще приобрели параконвектомат. В нем готовят только здоровую пищу. У него получается три функции. Он паром отдает, ну просто на пару можно как делать. Можно вместе пар и жар, и просто как духовой шкаф работает, на жару только. Это очень вкусные котлеты, очень девтельки вкусные. Дети не жалуются, всем нравится. Прошел ли детский лагерь проверку, теперь об этом родители могут узнать в интернете. В край утвердили два реестра. Только в первый вошло 980 учреждений. Загородные, санаторно-оздоровительные. Во второй, дополнительный, еще 50. Туристические базы, пансионаты. Лагерь, который находится в реестре, отвечает всем требованиям безопасности. Любой. Поэтому те лагеря, которые в реестр не включены, мы за них вручаться не можем. Мы такие лагеря не предлагаем для детей. У нас есть сайт, называется «Алтайские каникулы». На нем оба реестра размещены. На летний сезон лагерь уже продал все путевки. Здесь отдохнут 170 ребят. Свои двери «Медвежонок» откроет 15 июня. Дмитрий Бутков, Вадим Быстревский. Новости.